Всем привет, меня зовут Даша Трофимова, я персональный стилист и сегодня в домашней обстановке буду рассказывать вам про то, как я поддерживаю свою красоту на карантине. Сейчас я no make up абсолютно, такой выход в космос, знаете, всегда сложно без макияжа садиться в кадр, но я решила это сделать, потому что я знаю, что меня смотрит очень много девчонок, кто так же, как и я, сейчас сидят дома на самоизоляции или на карантине. Моя семья, кстати говоря, сидит на самоизоляции сколько уже? Три недели, я знаю, что многие подписчики гораздо больше, и я хочу нас всех поддержать этим видео, что да, сейчас такие обстоятельства, нужно это выдерживать, но тем не менее, как-то жизнь продолжается, но у меня на самом деле не очень сильно изменилась жизнь, потому что я, в принципе, свои дела давно уже веду онлайн, и по факту все, что изменилось, это то, что стали дети теперь дома, дети дома, они ходят по потолку, я думаю, что многие из вас, кто меня смотрит, у кого есть дети, вы меня понимаете, и кроме того, знаете, мой старший сын только что сдавал аттестацию за первый класс, и это тоже были три дня моего личного ада, моего личного напряжения, но мы справились, так что мы молодцы. В общем, я сегодня вам буду рассказывать о том, как я поддерживаю свою красоту во время карантина. Сейчас кто-то смотрит, наверное, думает, зачем что-то поддерживать какую-то красоту во время карантина, мы все равно никуда не ходим. Сейчас объясню свою позицию. На самом деле, как я вам сказала, я работаю онлайн, и наша школа стиля существует онлайн уже больше пяти лет, очень многих клиентов я веду онлайн, в общем, моя деятельность все время в компьютере, в интернете, перед камерой и так далее. И сейчас, когда наступил карантин, я поняла, что еще большее вот это онлайн-пространство пришло в наш дом, в нашу семью. Сейчас постоянно какие-то проходят уроки у ребенка онлайн, кто-то звонит из друзей или родственников по видеосвязи, и в любой момент времени может оказаться так, что сейчас нужно появиться в кадре, и нужно с кем-то поговорить. Я тут вспоминаю разные ситуации, когда, знаете, с кем-нибудь встречаешься, говоришь, давай сфоткаемся, ой-ой, нет-нет-нет, мне сейчас не надо, потому что люди, как правило, не готовы к тому, чтобы оказаться перед камерой, да просто сфоткаться на память или что-то подобное. Поэтому для меня, конечно, очень важно и дома, и в домашней изоляции поддерживать красоту. Но еще есть такой момент, как внутренняя сила какая-то, знаете, внутренняя твоя уверенность. Вот поскольку сейчас такие сложные времена, я очень выработала для себя как бы систему, как мне в этом во всем справляться самой. Сейчас вам поделюсь, может, вам тоже откликнется это. Вот смотрите, есть какая-то сила большая, которая сейчас на мир влияет, и я лично, как часть этого мира, как песчинка, не могу ничего с этим поделать. Я могу только принимать этот факт, что что-то сейчас происходит глобальное, невероятное, но я не могу никак на это повлиять. И если я буду тратить силы на то, что я пытаюсь как-то это осознать, я пытаюсь как-то этому противостоять внутри себя, то я просто буду терять свои силы, и меня не будет хватать на мою семью, на мою работу, на наших студентов. И самое важное, что я могу сейчас делать, это заботиться о своем эмоциональном состоянии. Я практически не смотрю новости, это не значит, что я не в курсе ситуации, конечно, я в курсе всего, но я стараюсь не погружаться в это слишком глубоко, потому что это влияет на меня. И когда я в течение дня ухаживаю за собой, когда я беру во внимание то, что мне хочется выглядеть хорошо, возможно, кто-то из вас напишет в комментариях, что ты и так прекрасна, спасибо вам огромное, я знаю, что у нас с вами любовь, и в инстаграме недавно я делала прямой эфир, и тоже все писали, что и так все хорошо, но тем не менее, есть какая-то внутренняя уверенность в себе, я хочу быть уверена в том, что я хороша. И дело не в том, что у меня есть какие-то комплексы, и я переживаю, как я выгляжу, а дело в том, что когда я хороша, у меня хорошее настроение, я сама себе нравлюсь, я сама от себя кайфую, и у меня появляются силы что-то делать, опять же, для семьи, для своих студентов, для моей команды, с которой мы продолжаем онлайн работать. У нас, кстати говоря, увеличилось количество работы, мне кажется, в два раза. Сейчас у нас в школе доступны целых 8 бесплатных вебинаров, так что если вы давно хотели в нашей школе поучиться, что-то вас останавливало, сейчас 8 бесплатных вебинаров, 5 вебинаров для себя, там про домашний гардероб, про то, как найти свой стиль, летний, весенний и осенний гардероб, и еще 3 вебинара для профессиональных стилистов. Все эти вебинары доступны абсолютно бесплатно, я вам оставлю ссылочку здесь, в описании этого видео, просто проходите, регистрируйте, получаете их на почту, смотрите, с удовольствием получаете информацию и знания, а если хотите больше, присоединяйтесь к нашей онлайн-школе, Дэр Стайл Скул, вот здесь вот аккаунт в Инстаграм, мы продолжаем там работу, несмотря ни на что, каждый день новый урок, только что, кстати, у нас там проходил марафон по разбору гардероба, который просто феерично прошел, огромное количество участников, все перебрали свои гардеробы, и там еще остались посты, так что если вы пропустили этот марафон, вы можете перейти, все посмотреть, почитать и тоже сами гардероб свой разобрать. А еще я сейчас готовлю большую программу для стилистов, я вам чуть попозже про нее обязательно тоже расскажу. Давай сейчас приступим к макияжу, а то уже видео затягивается. Значит, я буду делать макияж для дома, и этот макияж на самом деле подойдет не только для дома, но и когда мы все выйдем из дома. Я уверена в том, что появится такая тенденция, что мы меньше захотим чего-то на нас снова. То есть мы сейчас уже начали больше уделять внимание тому, как мы потребляем, что мы потребляем, что мы покупаем и зачем мы это делаем, и это очень правильно, я считаю, что это очень классно. Но помимо этого мы будем уделять внимание тому, что вообще мы впускаем свою жизнь в глобальном плане. То есть то, что мы через внешние транслируем, это в целом наше мироощущение. Соответственно, в макияже совершенно точно это тоже будет такое же изменение, что мы не захотим уже надевать на себя какие-то маски, делать какой-то невероятный боевой раскрас. И сегодня я покажу абсолютно натуральный макияж, который дома мне совершенно не доставляет никакого дискомфорта. То есть я не чувствую, что я накрашена, что там у меня слой косметики в течение дня. И также, если я выйду с этим макияжем на улицу, я тоже чувствую, что буду себя абсолютно комфортно, готовой ко всем съемкам, ко всем встречам и так далее. И покажу еще, как трансформировать, если вдруг надо что-то более яркое. Сразу говорю, что я не визажист, и все, что вы сейчас увидите, это просто мои домашние наработки, просто меня как женщины, как стильцы. Начну я с того, что я нанесу под глаза вот такой вот консилер. Это Бекка. Там сейчас попробую сфокусировать. Это Бекка. И он, по сути, не замазывает синяки, а просто их немножечко подсветляет. Наношу вот так на руку, а потом и под глаза. Одна из фишек, которую я буду использовать сегодня, и тоже мне кажется, что это такая, знаете, глобальная тенденция в макияже, что я буду использовать только кремовые продукты, потому что, когда вы делаете макияж кремовыми продуктами, вы, по сути, получаете очень натуральный макияж, который просто подчеркивает вашу красоту, но нет эффекта той самой маски. То есть, когда вы будете сухими продуктами делать, там, пудры, тени сухие, это всегда будет ощущение, что вы накрасились, прям специально такая накрасилась, да. А когда это кремовые продукты, это просто я слегка прехорошилась. И это, мне кажется, очень здорово. Вот так вот, видите, и сразу уже совершенно другой взгляд, более свежий, я бы так сказала. Дальше в качестве тона я буду использовать вот такой вот BB-крем. Мне кажется, я вам уже показывала его. Это Бориан, и он, видите, у меня уже заканчивается практически. Я даже купила себе новый такой тюбик, чтобы на замену. Но это все не заканчивается и не заканчивается. Он, короче, очень благоиграющий. Цвет у меня ньют. Он, на самом деле, максимально вообще удобный, особенно для девушек со средней контрастностью. И по цвету он немножко подстраивается. Я набираю его на руку. Вот. Где-то столько. Где-то столько. Будет достаточно. Его можно носить пальцами. Он очень легко распределяется. Но я очень люблю наносить его в последнее время почему-то вот такой вот плоской кистью. То есть плоская она вот здесь, а здесь она объемная. Это синтетическая кисть. Почти все кисти у меня это Зуэва. И я начинаю просто его легко наносить. Мне просто кажется, что кистью быстрее и как-то ровнее он распределяется. Вот. Вообще-то кадры прикольные виды мои сережки. Да, еще одна из фишек, кстати, о которой я вам не сказала. Помимо макияжа, очень люблю дома носить украшения. Для того, чтобы чувствовать, что я, ну, как-то не в пижаме. Такая более собранная. Ну, мне кажется, это так красиво выглядит, когда дома ты носишь какие-то украшения. Главное выбирать те, которые уместно будут выглядеть. Сейчас расскажу вам, какие, я считаю, классно выглядят дома. И в которых удобно, да? Мы же еще делаем какие-то свои домашние дела помимо работы. Единственное, что не ношу никогда украшения на руках, кроме обручального кольца. Потому что кольца и браслеты и часы дома, вот, это действительно мне неудобно. Потому что все время то ты моешь руки, то что-то там с детьми ты чем-то занимаешься. Короче, не представляю, как можно дома носить кольца и прочее. Вот. Обожаю, какой эффект от этого Эрбариана. Посмотрите, совершенно нет ощущения, что на лице что-то особенно нанесено. Но просто есть насвежающий такой эффект. Мне нравится. И далее я, у меня вот здесь на носу есть небольшое покраснение. Я чуть-чуть его закрою вот таким более плотным покрытием. Это Full Cover от Make Up For Ever, который уже стерлась. На самом деле нескончаемый совершенно тюбик. Я не помню, когда я его купила. Прямо потому что его надо, вы знаете. Вот такую малибусечку. Вот такую малибусечку. Я нанесу вот сюда просто чуть-чуть на нос. И немножко у меня вот здесь есть пигментное пятно. Так, что тут еще какие-то? Сразу хочется подмазать, чуть-чуть недостатков. Так, здесь какой-то прыщ у меня выскочил. Нет, я его не заметила. Сейчас мы его тоже закроем. Вот так вот. Вот и все. И на самом деле этот макияж сама, когда делаю буквально пять минут. Просто сейчас я рассказываю вам, поэтому чуть дольше. Расчешу немного брови. Про украшения. Я обожаю дома использовать украшения. Какие-то такие простые. Вот смотрите, какие мне нравятся сейчас. Во-первых, это цепи. Цепи это то, что актуально, модно. И как раз самую тему. Находитесь ли вы дома? Снимаете ли вы прямой эфир? Пошли ли вы в магазин? Летом это тоже никуда не уйдет. Поэтому мне кажется, что сейчас прям стоит покупать. Вот это конкретно бренд, по-моему, это Лиза Смит. Мне так кажется. Я ее брала на Poison Drop. И мне очень нравится здесь плетение. Сейчас на крупную вам покажу. Ладно, здесь какое-то красивое очень ее плетение. Очень нестандартное. В отличие от всех таких уже стандартных цепей. Я обязательно найду вам ссылку. Оставлю в описании тоже этого видео. И очень мне нравятся в последнее время вот такие вот серьги-кафы. Вот так это выглядит. Они, вот эти серьги с кристаллами. И это тоже один из больших трендов, когда в повседневной носке мы носим кристаллы. То есть смотрите, на мне простая хлопковая белая рубашка, но при этом я надеваю серьги с кристаллами. Это очень красиво. Ну и плюс всякие разные кафы и клаймберы. Это вот то, что залезает как раз вовнутрь уха. Это клаймберы. Это сейчас самая модная форма сережек. Обязательно попробуйте. Если вы не пробовали, вы оцените. Это выглядит совершенно нестандартно, свежо. И в общем, очень удобно даже для дома. Я вам в конце покажу. У меня здесь еще вот есть цепочки, которые я уже себе к лету тоже прикупила. Так что покажу еще вам. Вот и эти, и эти я заказывала на Poison Drop. Оставлю вам обязательно ссылки на все эти элементы. У них, кстати говоря, на Poison Drop сейчас очень много, на что идут скидки и, по-моему, бесплатная доставка. Так что нужно пользоваться. Так, идем дальше. Я хочу добавить немного вот сюда под скулы затемнения. Я буду использовать кремовые вот такие вот текстуры от Романова Makeup. Они когда-то давно мне прислали их потестировать. И оказалось, что это очень симпатично. Так что я с удовольствием пользуюсь. Вот такой цвет. Этот цвет Light. Но я напишу вам внизу в описании этого видео все оттенки, которые я использовала. Я беру кисть типа Дуафибры. Я не знаю, сколько это правильно, кстати говоря, с точки зрения макияжа, с точки зрения визажистов. Но мне удобно ей наносить. Чуть-чуть в руку вбиваю и начинаю переносить вот сюда. То есть мне же не нужно, чтобы это был такой, знаете, енот. Мне нужно просто немножко приподнять скулы. Вот. И все уже совсем другой разговор. Вот так. И остатки вот эти тоже с руки прям собираю. Вот сюда. Ну вот эту вот часть вот и можно здесь так сделать. Выглядит не очень эстетично, но это очень понятно. И сразу, во-первых, лисо. Стройнее. Вот так. Остатки, то, что осталось на кисти, я принесу вот сюда. На века. Я не буду наносить никаких теней, потому что я искренне не понимаю, зачем это нужно дома. Ну и в целом я, на самом деле, даже в жизни сейчас практически тени не использую. Только если это нужно для каких-то съемок. А так на повседневку не использую. Далее. Я беру румяна. Любимейшие мои румяна. Мне кажется, я вам тоже их уже показывала. Это бренд Glossier. Они у меня уже заканчиваются. Я купила их в Лос-Анджелесе. И в России я не могу их найти. Их нет, на самом деле, этого бренда нет в России. Так что, если вдруг вы их знаете, где купить в России, буду вам очень благодарна. А если вы из Лос-Анджелеса, из Америки или из Европы, обязательно себе такие купите. Это цвет BIM. Я вот столько вот набрала на руку и буду теперь пальцами вот сюда вот на яблочке разносить. Мне очень нравится, во-первых, этот персиковый оттенок. Он так хорошо освежает. И мне нравится, что с ними сложно переборщить. То есть они не будут выглядеть как морхушенька-душенька. Они просто добавят нам свежести. И уважают как будто, да, вот тот же рисунок, что и по скулам. И остатки я перенесу вот сюда вот на века. Чтобы тоже выглядеть посвежее. Вот так получается. Дальше. Что мне нужно дальше? Дальше я накрашиваю ресницы и буду делать брови. Ресницы. У меня вот такая вот тушь. Это MAC. Она влагостойкая. То есть она не водостойкая, а влагостойкая. Она будет хорошо держаться, но в то же время ее легко снять. Она снимается просто так вот пальчиками. Наношу, естественно, в один слой. Накрасишь ресницы, сразу появляется глаз. Добавлю его. И на нижний тоже. Вот так. Глаза появились. И теперь буду делать брови. У меня случилась такая ситуация, что у меня закончился мой любимый карандаш. Она стоит из Беверли Хиллз. И я сейчас просто буду импровизировать. Возьму тени. Это палетка от MAC, которая 350 лет примерно. Но у нее здесь есть классный такой, знаете, коричневый оттенок. Я не могу сейчас даже, не напишу вам, что из-за цвета, что я не знаю, что из-за цвета. Но он вот такой вот, видите, серо-коричневый. И он матовый. Поэтому я уже зачесала брови наверх. Сейчас еще немножко начешу. И я просто чуть-чуть буду набирать на скошенную кисточку. Вот такую вот. Чуть набираю, чуть-чуть снимаю на руку. Не так, есть, подождите. Это тоже скошеная, просто она чуть другая у меня. Ей более удобно, так скажем. Вот так вот. Просто наверх чуть-чуть теняем, провисовываем. Брови, конечно, требуют коррекции уже после трехнедельного карантина и самоизоляции. Но сейчас мы их немножечко приведем в порядок. У меня нет задачи нарисовать какие-то прям супер себе брови. Просто мне хочется заполнить все пространства. Те более сейчас они у меня, получается, не окрашены совсем. Обычно я окрашиваю немножко, а сейчас нет. И зафиксирую прозрачный просто гелем. У меня мак, но он не очень удачный. Честно, не буду вам его рекомендовать. Просто то, что у меня есть, он не слишком-то хваткий. А у меня такие брови, они достаточно длинные. И для них такой гель слабоват. Им надо посерьезнее что-нибудь. Напишите мне в комментариях, какой гель вы мне порекомендовали бы, если вдруг вы разбираетесь. Так, ну вот так. Ставим. Мне нравится, что получается. Такой вот эффект. И что еще? Я хочу добавить немножечко хайлайтера. Это дело я вообще, в принципе, люблю, потому что это всегда освежает. А девушкам после 30-ти это вообще особенно прекрасно освежает свое лицо. У меня хайлайтер от Becca. Вот так вот он выглядит. Цвет у меня, короче, здесь вот не написано какой-то цвет. Может быть, он один у них? Даже, по-моему, это не хайлайтер, а база. Вот у меня такое ощущение, что это база под макияж. Но у нее такое деликатное сияние. Мне, например, под макияж не хотелось бы ее наносить. А вот в качестве хайлайтера, прям, смотрите, как хорошо она смотрится. В жизни даже выглядит очень деликатно. Да, наверное, они ее предлагают использовать как базу на весь макияж. Ну, мне кажется, это перебор. А вот для такого сияния очень красиво. Вот так. Иногда, когда мне хочется чуть-чуть... Знаете, бывают дни, когда ты выглядишь немножко как-то слишком зелененькой. Иногда хочешь добавить свежести, и я использую тогда бронзер. У меня вот такой бронзер, это на самом деле просто пудра-мак с таким легким шиммером. И я ее вот такой вот пушистой кистью наберу, на руку сниму. И просто, смотрите, начну вот отсюда чуть-чуть саму щелку. И вот так раз, и раз, восьмерочку. Раз, и раз, и раз, и раз. Вот. И как-то сразу тоже становится более свежим лицом. Вот сюда. И теперь растушуем так по всему лицу. Вообще, лоб тоже хорошо бы немножечко пройтись, потому что, когда речь не за загаре, вот сюда участвовать, немножко по шее пройдусь. И знаете, еще куда? Вот сюда вот на нос тоже нанесу. Все, готово. Мы не сделали только губы. У меня все это время был просто бесцветный бальзам для губ на губах. Вот этот вот, кстати, покажу вам его. Мне он очень понравился. Это моя новинка. Клорансовский вот такой бальзам. У меня очень сухие губы, и мало что мне нравится. Вот это прям классно. Здесь нет никакого цвета. Самый, кстати говоря, знаете, самый распространенный вопрос, когда я в сторис выхожу без губной помады, спрашиваю, что за цвет помады. Нет помады. Без помады, слава богу. Так, я хочу добавить вот еще что. И тоже это мое любимое, наверное, средство. У Кадали есть такое средство. Оно называется как-то вода красоты, что ли, или как-то. Бьюти эликсир. Вот такой вот. Видите, он у меня уже такой изюзанный. Что делает этот эликсир? Он фиксирует то, что есть, в то же время освежает. В нем какие-то масла, что содержатся, ухаживающие. Я люблю еще в течение дня тоже им поливаться. Так что я сейчас его вот так нанесу. Вот, все. И он еще, знаете, немножко блеск, который остается от тонального средства, он немножко его тоже сейчас прибьет, когда сейчас чуть-чуть подсохнет, впитается. И я пудру, естественно, никакую наносить не буду. Как я сказала, никакие вообще из сухих текстур, только вот у меня был бронзер. Все остальное, это все для влажного такого блеска. И в целом мне очень нравится такое лицо, свежее, естественное, без какого-либо усложнения. Мне кажется, это то, что надо. В целом, вот это все, что я делаю. Я еще раз повторю, что я это в течение дня обычно делаю 5 минут. Я сейчас добавлю еще помаду, чтобы показать вам, как я выхожу в прямой эфир, и потом покажу, как я ее трансформирую в более сложный вариант. Это моя любимейшая помада от Mark Jacobs. Цвет у нее Slow Burn 246. Я ее чаще всего использую, когда мне нужно провести вебинар или прямой эфир в нашей школе. Она очень красиво, натурального оттенка. Вот так вот выглядит. И для эфира, конечно, это лучше, когда губы все равно тоже как бы одеты, чем просто голенькие. Вот. А еще один вариант помады, который я тоже использую на скорую руку, это красная помада. Знаете, когда хочется вау-эффекта, хочется минимальными усилиями это сделать, я использую такую помаду от Chanel. Вот она. Это карандаш. Вот такая вот находка просто моя. Наносится за две минуты до эфира. Держится неплохо, но при этом это не стойкая помада, то есть она не сушит губы. Я сейчас все сняла, мне просто здесь всего. И я ее наношу. Очень легко наносится. И очень красивый цвет. Он достаточно холодный. Он, знаете, такой и яркий, и не яркий. Вот для этого мне она очень нравится. Очень легко наносится. Красные помады, кстати говоря, говорят одно из самых лучших средств от депрессии. Так что в наши непростые времена красная помада must have в косметичке каждой девушки. Ну вот теперь абсолютно точно все. Мне очень нравится, что получилось. Легко, свежое. Знаете, меня в прямом эфире в инстаграме недавно спросили, как вы относитесь к девушкам, которые не красятся, не любят макияж. И я ответила так, что я, ну я вообще отношусь к людям, которые не имеют каких-то резких суждений, что это плохо или это хорошо. Нет. Может быть, как угодно, да. Но я понимаю, что если ты умеешь чуть-чуть приукрасить свою внешность, чуть-чуть ее лучше преподнести, то ты просто используешь это как ресурс. И вот в свете последних дней, когда действительно ресурс каждый из нас очень важен, мне кажется, глупо не использовать то, что у тебя дома и так есть, и ты можешь это использовать в качестве ресурса. Ты можешь при помощи этого как-то наполняться, чувствовать себя лучше, бодрее и так далее. Поэтому я отношусь вот так, что я считаю, что это ресурс, который мы с вами можем использовать и глупо его не использовать. Обещала вам показать еще варианты украшений. Вот это вот я просто не могу с вами не поделиться. Посмотрите, какая красота. Это один из любимейших моих брендов, который грузинский, я про него уже рассказывала, Лия. Смотрите, какая красота. Я просто в восторге от того, как они в целом взаимодействуют с металлом. Посмотрите, все матовое. Металл матовый. Здесь вот такое все поцарапанное. Это очень круто. И на самом деле грузинские дизайнеры сейчас очень здорово работают. Вот я, если захочу к этой рубашке, например, даже надеть такой кулон и красную помаду, и в целом все, образ готов. Очень люблю. Вот это у меня уже припасено на лето, потому что на лето нужно будет что-то подобное. Это будет очень красиво выглядеть, особенно этот голубой камень на фоне загорелой кожи. Это прям один из моих фаворитов. Очень люблю. А еще у Poison Drop тоже на сайте есть вот этот бренд Liza Smith. Я их очень тоже люблю. У них более такие, более бюджетные варианты, но очень тоже деликатные, очень красивые. Вот такая вот цепочка, например. Двойная. Она, соответственно, можно носить один кулон, можно одну цепочку, а можно все вместе. И мне очень нравится качество. Опять же, здесь матовый металл, матовый кулон. Вы знаете, как я это люблю, потому что матовые текстуры не очень многим людям идут, особенно людям со средней контрастностью. Всегда рекомендуют только матовые текстуры. И здесь, кстати говоря, микс матовый и блестящий, что тоже мне очень нравится. Выглядит очень непринужденно. Вы можете дома это надевать вообще в любое совершенно, в любом варианте. Я могу, кстати говоря, даже вот так промиксовать. И это будет очень красиво. Сейчас покажу вам. Не бойтесь сочетать золото с серебром. Красиво всегда очень выглядит. Вот так вот. Ссылку тоже обязательно найду и оставлю вам, потому что такие базовые цепочки, они всегда в гардеробе отлично работают, и вы всегда с ними будете выглядеть собранной, красивой. В общем, я считаю, что нужно пользоваться своими ресурсами, девчонки, и в это время особенно наполняться. Обещала еще рассказать вам про новую программу для стилистов. На самом деле, как вы знаете, я уже больше пяти лет работаю онлайн. У меня есть большая онлайн-школа, где разные курсы по стилю для себя и для стилистов. Я работаю с клиентами онлайн. Я прошла огромный просто путь по переводу своего бизнеса в онлайн-форматы. Я знаю, что сейчас многие стилисты тоже хотели бы начать это делать. Либо хотели бы, либо смотрят в эту сторону, но не знают, с чего начать. И вообще, насколько это реально, насколько это возможно зарабатывать онлайн и вести свою деятельность онлайн. Я знаю, что многие даже не понимают, как перейти из того, что ты ходил с клиентом за руку по магазинам, к тому, что теперь нужно как-то перестраиваться. А мир совершенно точно изменился. И даже, когда мы все с вами выйдем с самоизоляции, все равно вот этот переход в онлайн глобальный, который сейчас случился, он уже никуда не уйдет. И те люди, кто просто уже сейчас это понимает, что если ты не осваиваешь онлайн-пространство, ты просто выпадаешь из обоймы, кто это уже сейчас понимает, кто уже сейчас начинает это осваивать, те, конечно же, не потеряются, не заблудятся и все будет хорошо. Я своим стилистам, то есть, кого сейчас обучаю, обязательно даю этот блог как дополнительный, как работать онлайн, как вести клиентов онлайн, какие еще способы заработка есть через онлайн-формат, потому что многие думают, что на шопинге и ревизии гардероба все заканчивается. На самом деле нет, еще очень много есть способов, каким образом стилист может проявляться онлайн и, соответственно, зарабатывать. И я хочу сказать, что почему для меня ничего не поменялось за то время, что наступил карантин, потому что я уже как будто бы была готова к этому времени. Я продолжаю работать так же, как я и работала. Я сказала еще, что у меня усилилось и прибавилось еще больше работы. Вы знаете, я помню те времена, когда я боялась перейти в онлайн, и мои друзья, опытные уже инфобизнесмены, говорили мне, Даш, тебе нужно переводить свой бизнес в онлайн. Я говорила, вы что, как это возможно? Нет, это не получится. Любую сферу можно, но мою точно нет. И сейчас единственное, о чем я жалею, что я начала онлайн-формат 5 лет назад, а не 8. Вот об этом я жалею, потому что я потеряла столько времени. Вот все, кто работают шопперами с людьми тет-а-тет, живьем, вы наверняка знаете, что каждого клиента все равно ты должен привлечь, ты должен его сохранить, ты должен показать ему выгоду, которую получит клиент. Я хочу сказать, что у меня случился какой-то, знаете, квантовый скачок в моем сознании, когда я стала переходить в онлайн-формат, я увидела, что помимо людей в моем городе, в моей соседней улице, есть еще очень много разных других людей, которых не нужно уговаривать, у которых есть деньги, которые хотят заниматься своим стилем и модой, которым не надо объяснять, почему это важно и почему в это есть смысл вкладываться. То есть помимо тех людей, которые в вашем ближайшем окружении, в мире есть еще огромное количество людей. И даже сейчас мы с вами на связи через онлайн-формат, благодаря интернету. И знаете, что я в последнее время подумала, что вот эти изменения, которые за последние сто дней в мире произошли, они привели в итоге к тому, что мир перестал делиться на блогеров и не блогеров. Все, вот эта тема, что кто-то в онлайне, а кто-то нет, она прошла. Сейчас выход в онлайн это так же, как выйти, ну, просто за хлебом на улицу, да, потому что это возможность быть с людьми, возможность быть в контакте. И как только вы это понимаете, вы сразу понимаете, что онлайн это не альтернатива живой работе, это то, что вы можете совмещать. И класть, условно говоря, яйца в разные корзины. Поэтому я подготовила большой мастер-класс для стилистов, для тех, кто уже работает, или кто только собирается работать с стилистом. Трехчасовой мастер-класс, который называется «Как стилисту перейти в онлайн». Я собрала туда весь свой опыт за пять лет. Все те ошибки, которые я прошла, те какие-то нюансы, которых мне никто не говорил. Я мечтала бы на самом деле, чтобы кто-то мне в начале пути рассказал вот те лайфхаки, которые я буду рассказывать на этом вебинаре. Три часа я вам буду рассказывать не просто, что может делать стилист онлайн, а показывать, как это делать, механику работы, как это делать, да, какие платформы вам нужны, чтобы делать разные там штуки в интернете, какие сайты вы будете использовать, где вам нужно зарегистрироваться, как делать разные рассылки и прочее, какие люди вам нужны в команду, чтобы вы создавали контент, а не занимались технической частью. В общем, все-все-все вот эти вот нюансы, которые я использую в своей работе, я все это вам с радостью передам. И, конечно же, расскажу, как продвигаться не только в Инстаграм, потому что у всех сейчас, мне кажется, на устах есть, что продвигаться можно только через Инстаграм. На самом деле это не так, способов гораздо больше, и обо всем этом я расскажу на вебинаре. Он будет 25 апреля, я буду очень рада поделиться с вами своими знаниями. Ссылочку тоже оставлю обязательно в описании этого видео. И уверена, что этот вебинар поможет вам перестроить свою работу, точнее, дополнить ее, чтобы вы могли независимо от времени работать и иметь клиентов по всему миру, так, как это делаю я. Надеюсь вас увидеть там. На этом все. Если вам понравился такой формат видео, вы хотите еще макияжных видео, обязательно ставьте пальчики вверх, пишите мне свои комментарии. Ну и на это все. Пока-пока.